Весенние скидки в студии Мебелизо. Торговый центр Римской, второй этаж. Одно дело, когда преступник получает по заслугам, и совсем другое, когда под раздачу попадают невиновные. По статистике, каждый второй предприниматель по своему опыту знает о методах коррупции. Что делать, если бизнес откровенно кошмарит? Кто имеет право на проверку и обыск? Где искать правовую поддержку? Эти и другие вопросы обсуждались на круглом столе с предпринимателями малого и среднего бизнеса. Подробности у Елены Плюсниной. С декабря прошлого года Виктор Андреев считает убытки. Выручка упала в три раза. Вместо прибыльного дорожного кафе теперь малодоходное производство. Можно вот так вот сделать, клоц, как говорится, закрыться, и все. И себе спокойнее, и нервов никаких не трепать, ничего. Просто не хочется уже реально, не работать ничего. Руки отбили. Все дело, считают предприниматели, в этом отбойники. По словам бизнесмена, в конце прошлого года его остановили автоинспекторы. Без согласования, без всего, приехали в нахальную изобилие. Искали, что вы нарушаете правила дорожного движения, безопасность дорожного движения. Письма и жалобы полетели в первый батальон и прокуратуру. Результат нулевой. Кошмарит малый бизнес, вторит ему коллега Сергей Молотков. И как тут расти и развиваться? Мы стараемся вроде бы что-то улучшать, улучшать сервис. А происходит наоборот. Приезжают ребята и говорят, все у вас не так, вы тут нарушаете все сплошные законы. Хотя у нас все документы есть на руках. Как не ударить в грязь лицом перед контролирующими структурами? Как защитить себя в случае произвола? Те вопросы обсуждали за круглым столом бизнесмены, сотрудники прокуратуры и антикоррупционных подразделений полиции, общественники. Часто встречается такое, что предприниматель прекрасно ведет бизнес. Бизнес его является успешным. Что касается вопросов юридических, которые выходят за рамки его непосредственной работы, то здесь предприниматель сталкивается с незнанием и уголовного, и уголовно-процессуального закона. И это, безусловно, лечет определенные проблемы. А проблемы вполне реальные. По словам специалистов, каждый второй предприниматель хоть раз сталкивался с незаконными проверками или уголовным преследованием. В половине случаев дела так и не доходили до суда. Другое дело, когда самоуправствует сам бизнес. В прошлом году обратился к нам предприниматель, приходит, говорит, у нас приехало ОВД, сотрудники полиции, изъяли 300 бутылок спиртного. Когда я спросил, говорю, а ты же индивидуальный предприниматель, так ты вообще не имеешь права, в принципе. Он замолчал сразу. Все вместе участники круглого стола попытались выработать механизм правовой защиты предпринимателя. Главное, по их мнению, возможность своевременной юридической помощи. Бесплатную можно получить в фонде поддержки малого бизнеса и аппарате, уполномоченного по защите прав предпринимателей. Потому что не у всех есть возможность нанимать юристов. Потому что это тоже стоит определенный денег, особенно у тех, кто занимается малым или микробизнесом. Подобные семинары для предпринимателей продолжатся, а следующие посвятят налоговому законодательству. Елена Преснина, Александр Сидин, Наталья Красавина. Новости дня.